Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Маркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня долгожданная, насыщенная на фундаментальные события торговая сессия. Буквально совсем скоро Банк Японии огласит решение по ключевой процентной ставки и прокомментирует, что же он будет делать с программой количественного смягчения. Поэтому готовимся к очень серьезным движениям по японской иене. В 9.00 по GMT отчет по инфляции в еврозоне. В 12.15 по GMT статистика по американскому рынку труда. Релиз EDP, который предваряет отчет Non-Farm Perls. Мы его ожидаем в эту пятницу. В 12.30 по GMT статистика по ВВП Канады. За канадским долларом мы активно следим. Довольно давно его уже шортим и ждем по паре доллар-канадец или в отметку 1.40. Вероятность ее достижения все еще сохраняется, причем она остается довольно высокой. Если мы сегодня потенциально увидим слабые показатели по темпам экономического роста, соответственно распродажи канадского доллара будут усилены. Ну и гвоздем сегодняшнего дня номера среди всей повестки экономических релизов будет решение по ставке Фидрезерва в 18.00 по GMT. Спустя 30 минут после этого в 18.30 по GMT состоится выступление главы американского регулятора Джерома Павла. Ну а теперь по порядку, друзья. Индекс доллара 104.14 текущей котировки. Конечно же все сейчас замотивированы на ожидании того, что же все-таки сделает американский регулятор, будет ли снижена ключевая процентная ставка уже сейчас. Пишите обязательно в комментариях, ваше точное зрение очень интересно. Хочется понять, разделяет ли позицию кто-нибудь из вас относительно того, что время для снижения процентной ставки уже пришло и совсем не обязательно ждать, например, сентябрьское заседание. Ну и если все-таки положиться на общий рыночный консенсус, то, конечно же, все за снижение процентной ставки в сентябре, то есть в июле ничего не будет. Вы знаете мою позицию, я допускаю то, что какие-то изменения могут произойти раньше, то есть уже в ходе сегодняшнего заседания, но при этом я с уважением отношусь к общему рыночному мнению. Также есть точка зрения то, что сегодня Джером Павел не станет каким-то особенным образом комментировать перспективы изменения американской монетарной политики, поскольку предпочтет дождаться симпозиумом в Джексон-Холле. Он состоится уже 24 августа, а до 24 августа у нас будет еще возможность проанализировать два важных отчета. 2 августа это данные по Non-Farm Perils и 14 августа отчет по инфляции в США за прошлый месяц, то есть отчет CEP. И если эта позиция действительно уместна, то ее в принципе можно понять, потому что Джером Павел много раз уже говорил, что он хочет получить больше макроэкономических отчетов, увидеть больше данных, больше доказательства сохранения дезинфляционного тренда. Может быть по этой причине именно желание увидеть больше статистики будет сейчас преобладать, и он сохранить статус кое не станет. Вносить какие-то дополнительные тезисы в общую риторику и ограничиться лишь тем, что все по-прежнему зависит от фундаментальных отчетов, решения не принимаются заранее, и нужно больше доказательства ослабления дезинфляционного давления. Но даже если это так, то есть даже если американский регулятор будет ждать сентября, я думаю, что все равно у доллара мало шансов на то, чтобы развить восходящую динамику, потому что перспектива снижения ключевой процентной ставки, а по факту уже снижение ключевой процентной ставки вскоре, скажем так, и в Африке снижение ключевой процентной ставки, то есть смягчение политики – это всегда негативный фактор для курса национальной валюты. Многие инвестбанки, за которыми я слежу, Deutsche Bank, например, прогнозируют, что ставка будет снижена трижды в этом году. Точно такую же позицию разделяют и аналитики Morgan Stanley, ожидая, что ставку снизят в сентябре, потом в ноябре и в декабре. Я согласен с тем, что будет три подобных шага. Соответственно, перспектива того, что ставку скорректируется в оккупности, как минимум на 75 базисных пунктов – это то, что меня мотивирует удерживать короткую позицию по доллару и ждать снижения этого инструмента ниже уровня 103 пункта. Также по поводу отчета EDP. Сегодня ожидается слабый релиз, прирост количества новых рабочих мест на 149 тысяч. Это хуже, чем значение прошлого месяца, когда мы тоже были не очень-то рады, понимая, что при такой динамике вряд ли нам стоит рассчитывать на оздоровление сектора. Лучше даже говорить о дополнительных признаках охлаждения рынка труда и создании дополнительной предпосылки для смягчения американской монетарной политики. Золото – 1416 долларов за тройскую унцию. Я все-таки ревнул, друзья, на фоне ожидания ослабления курса американского доллара и открыл длинную позицию по этому инструменту. И буду ждать движения актива в район 2350 долларов за тройскую унцию. По другим финансовым инструментам фунт против доллара 1.2845 текущей котировки в четверг состоится заседание Банка Англии. Соответственно, то решение, которое будет принято в итоге регулятором, напрямую повлияет на курсы британского валютного актива. Но я рассчитываю на то, что Бейли, Банк Англии в целом, пока что предпочтут ничего не делать из-за сохраняющихся инфляционных рисков и высоких показателей средней заработной платы, что тоже провоцирует усиление инфляционного давления. И если просто не допустить, что лучше подождать до конца этого года, я считаю, что этого будет вполне достаточно, чтобы еще на идее слабого доллара отправить пару фунт-доллар к сопротивлению 1.30. Доллар канадец 1.3840, целевая отметка 1.40. Все так же актуально. Напомню, что сегодня ждем показатели ВВП. Это майские значения. Ожидается прирост, наверное, целых 0,1%, против того, что мы видели в апреле, рост, наверное, целых 0,3%. Поэтому в целом картина становится все хуже. Мы знаем ситуацию с инфляцией, мы знаем, как на все это реагирует ТИФ и Маклим, который возглавляет канадский регулятор. Добавляем сюда еще и нефтянку, которая ниже 80 долларов за баррель по бренду и сохраняет потенциал для снижения. Поэтому условия для удержания длинных позиций по доллару канадцу все такие же актуальны. Доллар иена 152.60 текущей котировки. Можно сказать, что иена сегодня будет точно активом, который откроет с точки зрения волатильности текущую торговую сессию. Еще раз, заседание Банка Японии, решение по ставке буквально с минуты на минуту. Я думаю, что ставку, ну да, скорее всего, не изменят. Но в любом случае уточнение планов по сокращению программы количественного смягчения это тоже будет расценено как еще один важный шаг в сторону отказа от беспрецедентной мягкой экономической политики. А если еще Банк Японии согласует повышение процентной ставки на 25 байсных пунктов, как прогнозируют аналитики Банков Америка, то тогда, друзья, уже буквально через несколько минут после этого пара доллар-иена будет тестировать наш долгосрочный целевой ориентир 150 иен за доллар. Этот рубеж остается, в принципе, основной целью. Мы туда очень скоро придем, и фундаментальный фон этому только способствует. По эфириуму 3300 долларов за один эфириум текущей котировки. Факторы поддержки для рынка криптовалют остаются прежними. Это запуск ETF на основе эфириума. Не стоит расстраиваться из-за того, что эти инструменты сейчас не аккумулируют достаточное количество интереса и инвесторского капитала. Похожая картина действительно была с ETF на основе биткоина. Но это все равно инструмент, который позволяет более активно работать с криптовалютным сектором, потому что это активы и инструменты, которые торгуются на биржах, то есть легитимное поле тех, кто раньше сомневался, но побавился, стоит ли работать с криптой, и сейчас получили возможность работать именно в правовом поле. И, несомненно, со временем интерес будет только лишь расти. Не забывайте про крайне интересную риторику Трампа на выступление в Нэшвилле, где он, по сути, обещал превратить США в криптовалютную сверхдержаву. Добавим сюда еще монетарные факторы, из-за которых именно снижение курса американского доллара на фоне снижения ключевой процентной ставки, должны также подогреть интерес к альтернативным доллару-инструментам, в том числе и рынку криптовалют. Поэтому по эфириуму ждем 3,500 и выше. И рынок нефти 79,10 текущей котировки по бренду. Буквально несколько часов назад вышел отчет по индексу активности производственного сектора Китая. К сожалению или к счастью для продавцов, статистика снова плохая, снижение уже 3 месяца подряд, и индекс остается в зоне спада, стагнации. Если сравнивать с показателем позапрошлого месяца, то сейчас уже снижение до 49,4. Это точно усиливает опасения еще более значительного снижения спроса, что должно негативным образом повлиять на нефтянку дальше. Китай сейчас определенно главный фундаментальный фактор, который влияет на котировки, и учитывая текущие экономические условия, я предлагаю шортить бренд, как и раньше, с целевой отметкой 75 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.